МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире телеканала СБС Новости. В студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. Находящийся с государственным визитом в Азербайджане президент Казахстана Касым Жумар Тукаев прибыл в Физулинский район, где вместе с президентом Ильхамом Алеевым приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курман-Газы. УДКБ выразили озабоченность событиями в Армении и настроениями в части элит этой страны. По словам генсекретаря УДКБ, в организации все еще надеются на политическую трезвость официального Еревана. Погранвойска Армении направили письмо российским коллегам, уведомив их, что армянские пограничники обладают необходимыми навыками и знаниями, чтобы самостоятельно нести службу в ереванском аэропорту Звардноц. Москва подтвердила получение уведомления и продолжает контакты с Ереваном, заявили в Кремле. В новой акции протеста польских фермеров, недовольных аграрной политикой Евросоюза, вновь участвуют тысячи сельхозпроизводителей. Фермеры утверждают, что Евросоюз намерен уничтожить польское сельское хозяйство, разочарованной пассивностью властей Греции и фермеры Фессалии. Президенты Азербайджана и Казахстана Ильхам Алиев и Касым Жумарт-Тукаев ознакомились с проектом центральной районной больницы, которая будет построена в Физули. Ранее главы государств приняли участие в церемонии открытия Центра детского творчества имени Курман-Газы, построенного в городе Физули. На мероприятии главы государств встретились с деятелями культуры и искусства Азербайджана, жителями города Физули, а также детьми, которые будут обучаться в данном центре. Президент Казахстана Касым Жумарт-Тукаев также ознакомился с генеральным планом города, освобожденного от армянской оккупации. О взаимодействии Азербайджана и Казахстана мы поговорим с нашим гостем. К нам подключается Эльчин Аллеоглу, главный редактор портала МеллиАс. Эльчин Меллим, здравствуйте, добрый день. Добрый день, приветствую вас. Эльчин Меллим, как бы вы в целом охарактеризовали отношения Азербайджана и Казахстана? И по каким основным направлениям осуществляется взаимодействие? Еще в начале прошлого века один из величайших поэтов казахского народа в одно из своих произведений с казахских фазой «Мы два брата, хотя вдалеке, но души наши, сердца наши, плются в лесу вместе». Буквально построчный перевод, по-моему, звучит именно так. Казахский и азербайджанские народы из покон веков думали об этом, действовали сообща. И даже во время Великой Отечественной войны, как хотите называть, казахский народ помогал Азербайджану, а также Азербайджану помогал казахскому народу. После войны во время Советского Союза, в бытности такого государства, как и Советский Союз, казахский и азербайджанские народы связаны крепчайшие возраст сотрудничества, как в экономическом плане, так в культурном и других ипостасиях. После приобретения независимости казахского и азербайджанских народов наши связи еще более крупились. Были ярчайшие примеры взаимопонимания, сотрудничества, взаимопомощи. А после того, как господин Токаев стал главой государства Казахстана, взаимопонимания, сотрудничества, причем взаимовыгодные сотрудничества, увеличились тем, что сотрудничество увеличилось в разы. И казахский народ, я думаю, что ищет свой путь в развитие в этом непростое время, когда волк, алчущий империализма и глобального капитализма, ищет следующий жертв, наше сотрудничество направлено не против Казахстана. Мы не думаем, что нашими целями является кто-то, какой-нибудь государственный организаций. Нет. Мы, как два тюрьшихся народа, два брата, должны сжигать вместе. И примеров тому достаточно. Например, самый малый пример – это экономическое сотрудничество. Тем, что экономическое взаимовыгодное сотрудничество увеличилось в разы, и достигнули 500 миллионов долларов в год. И Азербайджан, и Казахстан намерен увеличить этот тем, не только в банде, но и увеличить. Принцип решения о создании совместного медицинного фонда, пока первоначальный размер намечен в 300 миллионов долларов, фронт будет действовать не только в Азербайджане и в Казахстане, также в Болгарии, в Турции, в Абаканском полуострове, а также в других странах. Кроме того, Азербайджан и Казахстан намерен разведутся в нескольких областях. Первый – это транзитные перевозки и мультимодальные перевозки в серединном коридоре. Не секрет, что Казкоплаз, он же мультимодальный проект транспортного взаимодействия Азии и Европы, представляет весьма немалый интерес как для Казахстана, так и для Азербайджана. И наша сотрудничество направлено на увеличение интенсивности перевозок и общего объема перевозок. Казахстан является той область, в которой заинтересованы как страны Азии, Ближнего Востока, также Юго-Восточной Азии, так и Западной. Вторая область нашего сотрудничества – это добыча, транспортировка энергоносителей с Востока на Запад. И Казахстан до сих пор транспортировал свои энергоносители путем маршрута Баку-Джи-Иран. Но в ближайшем времени, я думаю, точнее уверен, что проект Баку-Супса также заинтересует Казахстан и будет очередная дипсификационная возможность для Казахстана. Третья область нашего взаимовыгодного сотрудничества – это экономика, финансы, банкинг, а также совместные инвестиции, совместные проекты. Неваловажной областью нашего сотрудничества является транспортное сотрудничество, потому что наши народы, в принципе, это дети и дети одного отца. Мы – братья по крови, по духу, по мышлению. И я думаю, что культурное сотрудничество между нашими странами, между нашими народами имеет огромный, просто широченный потенциал, потому что мы можем сотрудничество не только в области культурологического исследования и изыскания, а также в совместном производстве фильмов, документальных фильмов, постановки, театральных постановок и других областей. Также есть большая перспектива и огромные возможности в сотрудничестве капиталобложения, совместных инвестиций и политики. Самое главное для наших стран является сотрудничество в области тюркских государств, организации тюркских государств. Организация тюркских государств – это не аналог организации шанхайского сообщества. Это не направлено против какой-то региональной силы или региональной державы, организации. Мы пытаемся, только когда я говорю «мы», я имею в виду тюркских народов, мы пытаемся застадить за собой место, которое по праву нам принадлежит. Мы являемся носителем не чужой культуры Запада, а культуру, которая является синергетикой и определенным в вопросе противопоставлением мизантропическим и разрушительным тенденциям, которые ныне мы наблюдаем не только на Западе, но и в Востоке. Семейные ценности, ценности культурологические, этнические ценности, религиозные ценности – они очень важны, как для нас, как для казахского. Культ семьи для нас было превыше всего и ныне в Азии, чем в Азии. Демографическое преобразование, демографические изменения, как в Средней Азии, говоря простым языком, в Средней или Центральной Азии и Южном Кавказе, они являются очень серьезным вызовом, направленным против семейных ценностей и ценностей социальных. В этом плане я думаю, что идея тюркизма не пантуранизма, как некоторые пытаются это выдавать, и не идея сплотить все тюркоязычные страны против какой-то организации, против какого-то этноса, против какой-то страны. Нет, это неверное представление данной организации. Мы пытаемся понять и искать пути развития нашего этноса, потому что, по сути своей, с целью и характерной нынешней геополитической сентенции является выбор между развитием и сплочением между семейных и культурных ценностей. Мы ищем свой путь, а не альтернативный, не иной путь, а путь развития народа и народности, потому что как Азербайджан, так же Казахстан является мультикультуральным и не малоэтническим, полиэтническим государством. Как в Азербайджане, так и в Казахстане живут десятки народов и народностей, но все они являются сплоченной силой. И самое последнее, я хотел заметить, что как Казахстан, так и Азербайджан ныне столкнулись с неприятным и весьма серьезным вызовом, весьма искусным инициированием нерегионального страны. Нерегиональные игроки современной геополитической шапотой доски пытаются склонить наши страны не к тем решениям, которые заинтересуют наши народы и являются носителями интересов и чаяния наших народов. Я думаю, что наши сотрудничества имеют очень большую перспективу. Говоря экономическим языком, наши сотрудничества может дошли, ежегодно, а товарооборот между нашими странами имеет потенциал где-то по самым приблизительным расчетам и подсчетам 5-6 миллиардов долларов. Это причем первоначальность. А что касается культурного сотрудничества, я думаю, что дело не закончится совместно поясненным представителям культуры. Нет. Мы имеем огромный потенциал, который идет из глубинных веков. Мы имеем, если у нас ашуги, то у казахов акыны. Если у нас семейные ценности сдерживаются на представления о семье и субэнтонациональных носителей культуры, то в Казахстане то же самое. В принципе, мы один и тот же народ. Просто говорим на разных диалектах. И исходя из этого, мы должны быть вместе всегда. Когда мы вместе, то любая суть, которая может направить против нас, она окажется бессильной. Эльчин Мелем, большое вам спасибо за ваш комментарий. Спасибо, что подключались к нам. Спасибо. Всего доброго. А я напомню, что на прямой связи со студией был Эльчин Алия Углу, главный редактор портала «Мелли Ас». Продолжаем выпуск. Генеральный секретарь организации договора о коллективной безопасности заявил, что Ереван не принимает участие в работе секретариата ОДКБ. Но при этом официальных заявлений о приостановке членства Армении в организации не поступало. По словам Генсека ОДКБ и Манголита Смагомбетова, в последнее время Ереван не участвует в работе секретариата организации. Об этом он заявил в интервью ТАСС. Тасмагомбетов подчеркнул, что это решение Армении на данном этапе и в ОДКБ, являющуюся международной организацией, его уважают. При этом Тасмагомбетов отметил, что деятельность ОДКБ продолжается в полном объёме, и все процедуры соблюдаются в соответствии с нормативной базой организации. Армения всеми своими действиями показывает, что она хочет выйти из ОДКБ, и сейчас уже открыто Пашинян объявила приостановке своего членства. Конечно же, это очень расстраивает руководителей, членов этой структуры ОДКБ, но все прекрасно понимают, что Армения сейчас попала под влияние, скажем так, Запада, западных сил Европы, и обижена на Россию за то, что та не помогла ей во время Второй войны за Карабах. Да, действительно, вновь мутируется вопрос того, что Армения хочет выйти из ОДКБ, и вновь нагнетает информационный шум. Но, как мы видим, то, что даже неприсутствие на мероприятиях ОДКБ не запустило до сих пор процесса именно бюрократического, организационного выхода Армении из ОДКБ. Поэтому на текущий момент времени нет заявлений, нет механизма, нет запущенных действий по выходу Армении из данной организации. 22 февраля премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о заморозке участия Армении в ОДКБ. По его словам, договор о коллективной безопасности не был выполнен в отношении Армении, особенно в 2021-2022 годах. Премьер указал, что Армения до сих пор не получила от ОДКБ ответа на вопрос о зоне ответственности организации. Кроме того, Пашинян не исключил, что республика заморозит отношения с ОДКБ де Юре. Комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о приостановке членства Еревана в ОДКБ, Иманголит Асмагомбетов подчеркнул, что в секретариат из Армении не поступало каких-либо официальных заявлений. Сейчас Армения всеми силами пытается показать это недовольство и показывает, что поскольку ОДКБ не вступилась за Армению, то и смысла участвовать Еревану в этой организации нет. Ереван очень надеется на западных партнеров и что Запад им поможет. Но, конечно же, это очередной миф, который растает, когда придет необходимость показать, что никакие солдаты Европы и Франции даже не будут воевать за интересы Армении. В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает контакты с Ереваном, чтобы прояснить заявление Пашиняна. Песков заявил, что трудности в отношениях России и Армении пройдут. Он подчеркнул, что у Москвы есть политическая воля для выстраивания сотрудничества. Ранее, 7 марта, депутат Национального собрания Армении Цигран Абраамян заявил о том, что в стране сформировались антироссийские настроения. По его словам, власти республики использовали информацию о том, что Россия якобы намерена втянуть Армению в союзное государство. Именно это стало основой антироссийской кампании. Перед ним Алиева, Сибиси. Между тем, премьер-министр Армении Никол Пашинян не исключил возможность начала процесса делимитации государственной границы с Азербайджаном, Ставужской области. Об этом он заявил на пресс-конференции в Ереване. Пашинян добавил, что лично посетит область для ознакомления ситуации на месте. Армянский премьер также прояснил вопрос участия страны в УДКБ, напомнив, что проблемы с военно-политическим блоком созданы не Ереваном. Есть мнение, что нужно провести делимитацию в целом, а затем перейти к конкретным действиям или промежуточному варианту, или начать с самых сложных участков. Я не исключаю, что делимитация может начаться с Тавужской области. При принятии решений мы должны исходить из всестороннего анализа реалий и ситуации, и руководствоваться логикой управления существующими вызовами безопасности вокруг Армении и требованиями и потребностями обеспечения стабильности ситуации. Также должна быть обеспечена безопасность людей, проживающих вдоль делимитированной границы. В ходе пресс-конференции Пашинян назвал также условия выхода Армении из УДКБ. По его словам, это может произойти, если организация не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны. Однако, когда это произойдет, Пашинян не уточнил. Ереван просит своих партнеров из УДКБ ответить на вопрос о том, где находится зона ответственности этой структуры в Армении. Он утверждает, что Ереван не создавал проблем в отношениях с военно-политическим блоком. Они, по словам главы армянского комбина, появились с того момента, как был поднят вопрос о зоне ответственности организации и не получен на него ответ. Пашинян также коснулся вопроса самостоятельного осуществления пограничного контроля в ереванском аэропорту Звардноц, заявив, что российским пограничникам отправлено письмо благодарности. Пограничные войска Армении направили письмо пограничным войскам России в Армении, в котором поблагодарили их за несение службы в аэропорту Звардноц и обеспечение безопасности, поддержку, оказанную в вопросе осуществления погранконтроля, и оказанные услуги с момента обретения независимости Армении. Поскольку в нашей стране развиваются государственные институты, в том числе и при поддержке российских партнеров, погранслужба Армении, в частности, в аэропорту Звардноц набрала достаточно опыта, навыков и возможностей, чтобы осуществлять контроль без поддержки российской стороны. Это и есть содержание письма. Россия уже получила уведомление от Армении о прекращении работы российских пограничников в аэропорту Звардноц. Контакты с Ереваном продолжаются, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тему продолжим с нашим гостем. К нам подключается Виталий Орьков, политолог, владелец экспертно-аналитической сети «Политрус» из России. Господин Орьков, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Что ж, как было сказано, генсекретарь ОДКБ заявил, что организация надеется на политическую трезвость руководства Армении, несмотря на все последние события. Вот как вы считаете, стоит ли ждать все же взвешенной политики от Еревана, или же Армения продолжит свой курс на Запад? Мы уже несколько лет, я думаю, мы это мировое сообщество прогрессивное, ждем адекватной политики от Еревана. Но пока, к сожалению, ситуация только усугубляется. Заявления все резче, заявления все абсурднее. И господин Пашинян в данном случае перевирает, поскольку то, что пытается предъявить ОДКБ, и не только России, а другие страны, уходящие из этого блока, не является нарушением, потому что нам всем прекрасно помним, что Азербайджан не нарушал госграницы Армении, а сам господин Пашинян неоднократно заявлял, что Карабах — это Азербайджан. Сейчас он предъявляет России ОДКБ претензии в том, что ОДКБ не защитил Армению от агрессии Азербайджана, который восстановил контроль на Карабаха. Давайте спросим господин Пашиняна, где он все-таки врет? Тогда он врал, что он признает Карабах частью Азербайджана, или он сейчас врет? Он от этого отталкивается. Понятно, что нынешний Ереван пытается сидеть на двух стульях. Они сами в эту ситуацию согнали. Это такой цуцванг. Чем дальше, тем все глубже и глубже. Я думаю, что спасти ситуацию, наверное, может сейчас только смена руководства Армении, к сожалению. Господин Ольхов, при этом Армения заморозила свое участие в ОДКБ, заявила, как было сказано, о необходимости вывода российских пограничников из аэропорта «Азвартноц». Какие будут следующие шаги Армении, как вы считаете? Что может быть? То, что Армения отказалась от помощи российских пограничников в аэропорту «Азвартноц», это, конечно, уверенное право официального Еревана. Но мы понимаем, чем это обусловлено, потому что российские пограничники, скажем так, мешали определенным, не совсем законным, не совсем правильным событиям, проникновением, посещением аэропорта «Азвартноц». Лишние глаза им были не нужны. Поэтому и отказ от пограничников России, ну и, конечно же, это такая демонстрация перед Западом. Вот мы работаем по вашему заданию, рвем связи с Россией. Но при этом я хотел бы обратить внимание, Ереван не рвет связи с Евразес экономически, потому что экономика и Армения, я думаю, процентов на 80 полностью зависим от России. Сейчас, тем более, руководство Армении, мы понимаем, что она тотально коррумпирована, а это традиционно для Армении коррупция. Она получает сверхприбыли от нынешней ситуации, когда Армения является одной из стран посредником при параллельном импорте и в обходе антироссийских санкций. При этом они зарабатывают на России и тут же кусают руку, которую им дают деньги. Как вы отметили, да, действительно, Армения является членом Евразийского экономического союза, но при этом на этой неделе в Армении также открыто заговорили о желании стать кандидатом в члены Евросоюза. Интересно, на что надеется Ереван, делая такие заявления? Это абсолютно громкие и безответственные заявления. Давайте посмотрим, сколько лет стоит в очереди в Евросоюз около двери Грузии, я уж не говорю о Турции, а Турция это достаточно мощная, великая экономически независимая держава, и которая, в принципе, Евросоюз уже не нужен. Если даже позовут туда снова, я думаю, что Анкара откажется от этого предложения. Армения это достаточно бедная страна, таких сейчас в Евросоюзе очень много, и Германия, и Франция экономически просто не вытянут еще одного ежедневенца. И это вот та самая морковка, которая пытается, даже не Евросоюз, а именно руководство Армении, помахивать перед носом своих избирателей. Господин Ольгархов, очевидно, что, идя на поводу у Франции, Армения не просто накаляет ситуацию в регионе, но и очень сильно рискует, играя на нервах России. Все-таки какую реакцию может дать на происходящее Москва? Реакция есть, она не публичная, и мы это видим уже по некоторым моментам экономическим, потому что Россия долгие годы, столько я Армения считала с партнером российским, она закрывала глазам на некие, не то что нарушение, делала поставление Армении, достаточно серьезные преференции, которых, наверное, не имели другие участники того же Евразеса. Сейчас это все вот приводится к общему знаменателю, закручиваются гайки, и я думаю, что, не то что думаю, я знаю данное исследование о том, что и проживающие на территории России армянские граждане, я имею в виду, которые имеют паспорта Армении, очень много их миллиона, наверное, и проживающие в Армении, сами граждане Армении, они в большей части недовольны тем, кто сейчас, в какую позицию проводит официальный Ереван. Они понимают, что это приведет к ухудшению конкретно их материального благополучия лишитых будущего. господин Орьков, большое спасибо за ваш комментарий, спасибо, что подключались к нашему эфиру. Спасибо вам. Всего доброго. Я напомню, что на прямой связи со студией был Виталий Орьков, политолог, владелец экспертно-аналитической сети «Политрус» из России. Другим темам. Сейчас не время говорить о капитуляции украинцев. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Он также отметил, что Альянс не намерен отправлять войска в Украину. Накануне директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если США не возобновят помощь Киеву, то уже в текущем году Украина потеряет значительную территорию. Необходимо, чтобы все союзники Североатлантического альянса были в координации друг с другом и следовали положению о коллективной безопасности. Так прокомментировал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг с заявлением Макрона о намерении отправить войска в Украину. Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует отправлять живую силу в Украину. И ни сам Альянс, ни его союзники не являются стороной конфликта. У этой войны может быть три сценария дальнейшего развития событий. Россия может закончить войну, и тогда у нас будет мир. Украина может перестать защищаться, но тогда у нас будет капитуляция и оккупация. А капитуляция — это не мир. Третий путь — достижение долгосрочного перемирия путём переговоров. Президент Путин должен осознать, что он не победит на поле боя. И мы должны оказать военную поддержку Украине, потому что то, что происходит за столом переговоров, неразрывно связано с силой на поле боя. Между тем, в ЦРУ заявили, что если США не возобновят помощь Киеву, то Украина потеряет значительные территории. Директор ЦРУ Уильям Бернс также утверждает, что при дополнительной финансовой и военной поддержке США Украина сумеет к концу 2024-го, начало 2025-го года не только вернуть инициативу на поле боя, но и обеспечить более выгодные условия для переговоров. Без существенной помощи в виде дополнительных ассигнований, как мне кажется, впереди гораздо более мрачное будущее. Украина, вероятно, потеряет территорию и, видимо, существенную территорию в 2024 году. У Украины заканчиваются боеприпасы, а у нас заканчивается время на оказание им помощи. В случае возобновления масштабной поддержки Киева со стороны Вашингтона, Украина сможет удерживать линии фронта до конца 2024-го, начало 2025-го года. Кроме того, украинцы смогут продолжить наносить проникающие удары не только по Крыму, но и по российскому Черноморскому флоту. Ранее американская администрация направила в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в 2024 году. Общая сумма, которую пожелал получить Джо Байден и члены его партии демократов, 106 миллиардов долларов. Однако ряд республиканцев в Палате представителей и Сенате высказались против продолжения оказания Киеву финансовой поддержки. О необходимости регулярной помощи Киеву высказался и министр обороны Украины Рустем Умеров. Выступая в феврале на военно-политической конференции в Киеве, глава украинского Минобороны заявил, что не менее половины поставок западного вооружения задерживается. 50% обязательств не выполняются в срок. Давайте посмотрим на противника. Экономика России составляет почти 2 триллиона долларов. Они тратят на войну до 15% официального и неофициального бюджета, то есть больше 150 миллиардов долларов. Из этого можно сделать один вывод. То, что мы вовремя не получаем помощь, приводит к потере времени, территорий и людей. Между тем, ситуация на фронте меняется ежедневно. После выхода сил обороны Украины из Авдеевки, линия фронта сместилась на запад. Украинское командование говорит о просчетах и меняет брикадиров. После назначения на пост главнокомандующего ВСУ Александр Сырский взялся за аудит сил обороны. По словам президента Владимира Зеленского, у Сырского карт-бланш на перестановке в армии и штабах. Эллада Мамедова, СБС. Тем временем Министерство обороны России сообщило об уничтожении 26 беспилотников над российскими регионами. В Нижегородской и Орловской областях после атаки друнов начались пожары на топливных предприятиях. По данным ведомства больше всего беспилотников сбили над Курской областью. Над регионом уничтожили 12 БПЛА. Над Белгородской областью сбили 7 дронов. По два беспилотника сбили над Московской и Орловской областями. Еще по одному над Ленинградской, Брянской и Тульской. В Нижегородской области беспилотники атаковали объект топливно-энергетического комплекса в Стовской промзоне. Загорелась установка по переработке нефти. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин. В Лукойле заявили о временной остановке работы технологической установки в связи с инцидентом. В ликвидации пожара на нефтеперерабатывающем предприятии задействовали пожарный поезд. Тем временем в Европе не утихают акции протеста в фермерах. В новых демонстрациях принимает участие тысячи сельхозпроизводителей. Чем же недовольны аграриями, расскажет моя коллега Салатын Мирзаева в экономическом блоке. Салатын, добрый день. Добрый день, Лидия. Да, действительно, они считают, что Евросоюз намерен уничтожить польское сельское хозяйство и выступает против многочисленных ограничений за изменение законодательства и остановку бесконтрольного импорта дешевой сельхозпродукции из-за рубежа. Об этом и многом другом в выпуске Финтаймс и Карбарен. Азербайджанский инвестиционный холдинг, государственная нефтяная компания Азербайджана «Сокар» и казахстанское акционерное общество «Самрук Казына» обсудили вопросы будущего развития сотрудничества до стратегического уровня. Об этом говорилось на встрече генерального исполнительного директора азербайджанского инвестхолдинга Руслана Алиханова, президента «Сокар Ровшана Наджафа» с делегацией во главе с председателем правления «Самрук Казына» Нурланом Жакуповым. Ранее стороны подписали соглашение о стратегическом партнерстве между азербайджанским инвестиционным холдингом и акционерным обществом «Самрук Казына». Кроме этого, накануне «Сокар» подписал соглашение с Казбунайгаз о поэтапном наращивании транзита казахстанской нефти через территорию Азербайджана. Планируется увеличить объем транзита по маршруту магистрального трубопровода Баку-Тибилиси-Джейхан до 2,2 млн тонн в год. Вторым документом стал меморандум о стратегическом сотрудничестве в купле-продаже нефти Казахстана. Он определяет общие условия и принципы операций для дальнейшей переработки казахстанской нефти на НПЗ, входящих в структуру «Сокар» и дальнейшей торговли на региональном и мировом рынках. Стороны продолжат обсуждение вопросов снижения тарифов на транспортировку по маршруту Актау-Баку-Тибилиси-Джейхан, а также рассмотрят возможность прокачки казахстанской нефти по трубопроводу Баку-Супса. Между тем, в Азербайджане добыча нефти и конденсата в январе-феврале текущего года составила 4,8 млн тонн, а экспорт оценивается в 3,9 млн тонн. Об этом на своей официальной странице в соцсети Икс написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов. За отчетный период добыча газа увеличилась на 240 млн кубометров и составила 8,2 млрд кубометров. Из них 4,1 млрд кубометров направлены на экспорт, в том числе за первые два месяца года. Азербайджан поставил в Европу 2,1 млрд кубометров газа, в Турцию 1,4 млрд кубометров, в Грузии 600 млн кубометров газа. Итоги социально-экономического развития Казахстана и исполнения республиканского бюджета за январь-февраль рассмотрены на заседании правительства Казахстана под председательством Улжаса Биктенова. О темпах роста ВВП страны доложил заместитель премьер-министра, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров. Глава правительства подчеркнул, что нынешние темпы роста экономики положительны, однако требуется увеличить динамику прироста. Рост экономики Казахстана с начала текущего года составил 4,2%. Об этом заявил вице-премьер, министр национальной экономики Нурлан Байбазаров на заседании правительства. В реальном секторе экономики рост превысил 5%, в сфере услуг составил 3,5%. Наибольшая динамика отмечена в строительстве, информации и связи, транспорте и складировании, а также обрабатывающей промышленности. По предварительным итогам, в январе внешняя торговля Казахстана превысила 10 миллиардов долларов. В том числе экспорт составил около 6 миллиардов долларов. Вице-премьер также перечислил ряд мер, на которых необходимо сконцентрироваться для обеспечения дальнейшего роста экономики. Среди них – привлечение частных инвестиций, расширение действующих и запуск новых производств. Темп роста инвестиций в основной капитал составил 7,9%. Объём инвестиций вырос в строительстве в 2,7 раза. Образований – на 56%. Транспорте и складировании – на 47%. В региональном разрезе наилучшие показатели по инвестициям отмечены в Казалардинской, Туркестанской, Житесусской областях, а также в Астане. На заседании обозначена важность дальнейшего снижения ценового давления. По итогам двух месяцев инфляция в годовом выражении замедлилась, в составе более 9%. Перед правительством и Минацбанком стоит задача удержать её ниже 8%, подчеркнул премьер-министр Олжаспектенов. Для этого нужно активнее использовать стабилизационные фонды, форвардные договоры, субсидирование производителей и вести соглашения с субъектами торговли для ценовой стабильности. Глава правительства также потребовал ускорить поэтапное сокращение доли государства в экономике. «Это должно сопровождаться комплексной приватизацией и передачей несвойственных государств в функции в конкурентную среду. Мы должны сократить долю государства в экономике до 14% к воловому внутреннему продукту до конца 2025 года. Необходимо в текущем году обеспечить реализацию 90% комплексного плана приватизации». Кроме того, обсуждалось и внедрение эффективных механизмов экономического стимулирования предприятий при реализации природоохранных проектов. Проекты по переработке и сортировке отходов будут финансироваться по льготной ставке 3% на 15 лет через Фонд развития промышленности. В заключении премьер-министр акцентировал внимание на необходимости качественного исполнения поручения главы государства по либерализации экономики. Данные меры должны быть направлены на развитие рыночной конкуренции, проведение эффективной приватизации и реформы квази-государственного сектора. Несколько тысяч польских фермеров, недовольных сельскохозяйственной политикой Европейского Союза, вновь вышли на улицы страны. Участники протестов требуют от власти реформы или отказа от политики «зеленого курса». Он нацелен на достижение климатической нейтральности странами ЕС к 2025 году. Однако план включает непопулярные методы регулирования сельского хозяйства. Помимо этого, польские фермеры протестуют против беспошлиного импорта украинского зерна и других сельскохозяйственных продуктов. Фермеры утверждают, что Евросоюз намерен уничтожить польское сельское хозяйство. Однако участники протеста не намерены сдаваться. Главная проблема – «зеленая сделка». Предлагается отвергнуть эту инициативу, учитывая наличие правительства Польши, которое, очевидно, обладает властью. Пусть правительство Польши примет решение и откажется от принятия этой инициативы. Мы не будем подчиняться нормам ЕС. В результате этого фермеры смогут вернуться к работе на полях. Мы не понимаем «зеленую сделку». Мы не принимаем ее, и мы не позволим ее применять. Ее придумали какие-то бюрократы, у которых больное восприятие, как мне кажется. Не знаю, для каких целей и откуда им это пришло в голову. Но это не идет на пользу ни потребителям, ни фермерам. Акция протеста фермеров с блокированием автомагистрали в сторону Варшавы и Познани продлится до среды, сообщают местные СМИ. Демонстрации аграриев проходят в странах Евросоюза в течение последних нескольких недель. Фермеры требуют изменить общеевропейское законодательство в сфере сельского хозяйства, снять многочисленные ограничения и остановить бесконтрольный импорт дешевой зарубежной продукции. «Постоянные ограничения, постоянные запреты, постоянные приказы. Нам приходится все свое время тратить на то, чтобы соответствовать требованиям Европейского Союза. В то время как другие страны, например, Индия, Южная Америка и другие, не следуют этим правилам. Как, например, Украина, откуда ввозится зерно». Между тем, в греческой области Фессалия, пострадавшие от наводнений из-за циклонов Дэниел и Элиас, в 2023 году до сих пор не получили от премьеры Кириакоса Мицотакиса ответов насчет компенсаций за нанесение стихии ущерба. А что касается прямой помощи от греческого государства, то, по имеющейся информации, средства будут выплачены до конца июня. По словам председателя Объединенной Федерации сельскохозяйственных ассоциаций города Лариса Ризоса Марудаса, фермерам нужна немедленная ликвидность, поскольку начинается новый вегетационный период. «Правильность наших требований была подчеркнута во время акций протеста, но мы также хотим найти решение. Мы недовольны, потому что стоимость электроэнергии для домов составляет 8,3 евроцента за киловатт-час, и нам необходимо, чтобы она снизилась до 7 евроцентов. Мы ввели организованную борьбу и координировали наши акции». Шесть месяцев спустя мало что было сделано с точки зрения компенсаций за ущерб от стихийных бедствий, а также по разработке программ для 35 тысяч гектаров земли, которые не будут обрабатываться. Фермеры должны пополнить свои доходы, чтобы они могли встать на ноги. Мир переживает критическое десятилетие для решения проблемы изменения климата. Об этом сказал принц Уэльский Ульям, выступая на открытии стартовой площадки Earthshot Prize. Принц Ульям присоединился к сторонникам новой платформы, задача которой – разработать и внедрить потенциально успешные решения по борьбе с изменением климата. Он призвал к коллективным действиям и подчеркнул необходимость помощи инвесторам и филантропам в поддержке тех, кто ищет финансирование для своих решений. Организация Launchpad поддерживает технологов и новаторов, разработавших методы решения проблем изменения климата. За последние три года ее призовой фонд вырос на 15 миллионов фунтов стерлингов. «Сейчас мы переживаем критическое десятилетие. И именно поэтому мы должны сосредоточиться на поддержке разработки как можно большего числа решений и быстром их масштабировании. Это непростая задача. Мы должны решить проблему привлечения капитала в нужные секторы, решения и географические регионы». Launchpad уже набрал весомую популярность. В настоящее время платформа выделяет 25 инновационных решений, потребности в финансировании которых превышают 500 миллионов долларов. Из 135 институциональных инвесторов уже зарегистрировались в качестве участников. «Принц Уэльский подчеркнул, что только совместными усилиями мир сможет достичь амбициозных целей для спасения планеты к 2030 году. Мероприятие собрало спонсоров, экологических инноваторов, а также бывших финалистов и номинантов премии «Ич-шот», которая была учреждена «Принцем» в 2020 году. В 2021 году были объявлены первые пять победителей данной престижной премии. Фонд ведь Федеральной резервной системы США, экстренно запущенный год назад на фоне вызванного банкротством Silicon Valley Bank, стресса в американской банковской системе, закрывается. Федеррезервы считают, что фонд помог справиться с кризисом, который угрожал подорвать экономику и вернуть инфляцию к США к росту. Программа срочного банковского финансирования была принята из-за опасений общесистемного изъятия вкладов. Сейчас депозиты в США стабилизировались, а банковские кредитные портфели растут. И ни один крупный банк не разорился за последние 10 месяцев, сообщает ФРС. Однако, несмотря на успешность выбранной тактики, есть мнение, что в США не повторят этот шаг в случае еще одного банковского кризиса. Год назад из-за ажиотажа в социальных сетях началось массовое изъятие вкладов Silicon Valley, который обанкротился в считанные дни. А вслед за ним и ряд других банков. Для стабилизации ситуации фонд срочного финансирования предлагал банкам кредиты на льготных условиях. Тем временем Соединенные Штаты должны использовать все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы обогнать Китай по инфраструктурному развитию. Об этом заявил заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсам Ричард Верма в ходе оглашения бюджетного запроса на 2025 финансовый год. На эти цели предусмотрено выделение 4 миллиардов долларов в течение пяти лет, в том числе 2 миллиарда на создание нового международного инфраструктурного фонда, который обеспечит заслуживающую доверие и надежную альтернативу китайскому финансированию инфраструктуры. «Мы запрашиваем 2 миллиарда долларов для создания нового международного инфраструктурного фонда, который превзойдет Китай, предоставив надежную и жизнеспособную альтернативу проектным вариантам КНР, а также расширив рынки и возможности для американского бизнеса. Этот фонд будет поддерживать преобразующее качество финансирования для устойчивых инфраструктурных проектов». За первые два месяца текущего года экспорт автомобилей из Китая увеличился на 30,5%. За рубеж поставлено 822 тысячи транспортных средств, согласно данным ассоциации автопроизводителей КНР. Экспорт новых электрических транспортных средств вырос на 7,5% до 182 тысяч единиц. Продажа традиционных транспортных средств, работающих на ископаемом топливе, увеличилась на 39% и составили около 640 тысяч. Эксперт отмечает, что автомобильная промышленность Китая демонстрирует высокую конкурентноспособность на мировом рынке. Это связано с технологичными инновациями, эффективным контролем затрат и развитыми производственными цепочками. «Конкурентоспособность китайских автомобилей продолжает повышаться, а спрос на зарубежном рынке постоянно растёт. Ожидается, что в 2024 году, по мере изменения глобальных экономических и торговых условий, экспорт автомобилей будет быстро расти. По оценкам, темпы роста составят около 20%. Данные ассоциации также указывают на увеличение продажи автомобилей в Китае более чем на 11% в годовом выражении. Этот показатель достиг почти 4 миллионов единиц за первые два месяца текущего года. А в 2023 году экспорт автомобилей из Китая увеличился почти на 58% по сравнению с предыдущим годом, достигнув рекордов 4 миллиона 900 тысяч единиц. Азербайджан в 2023 году инвестировал в Грузию 53 миллиона 600 тысяч долларов. Это в 31,5 раза больше, чем годом ранее, по данным Национального статистического управления Грузии. Удельный вес Азербайджана в общих иностранных вложениях достигла в Грузии почти 3,5%. А в целом прямые иностранные инвестиции в страну за прошлый год составили 1 миллиард 594 миллиона долларов. Это на 24% меньше, чем в 2022 году. Основным иностранным инвестором Грузии в прошлом году встала Великобритания с вложением в 392 миллиона долларов. Далее следуют США, Россия и Мальта. Китай выражает свою поддержку международной торговли, открытым рынком и прямым иностранным инвестициям. Об этом в интервью центральному телевидению Китай заявил бывший министр экономики и финансов Италии Джованни Трия. Он также поделился своими взглядами на глобальное влияние ежегодных двух сессий Китая, которые завершились накануне в Пекине. Отдельно Трия коснулся тем в области торговли и устойчивого развития. Учитывая влияние Китая на мировую экономику, каждое принятое им решение оказывает глобальные последствия. Реструктуризация промышленности в стране требует открытости с упором на развитие частных предприятий и стимулирование конкуренции на внутреннем рынке. Подходы к реструктуризации промышленности Китая отражают тенденции, которые наблюдаются в Европе и Соединённых Штатах. Для иностранных инвесторов китайский рынок представляет обширные возможности. В свою очередь, бывший премьер-министр Бельгии Ив Ле Терм отметил, что стратегии развития страны, такие как новые качественные производительные силы и модернизации, являются похвальными целями. Это смелый подход к китайской экономике, считает Ле Терм, по мнению которого модернизация Китая, предложенная председателем Си Цзиньпином, ограниченно согласуется с целями устойчивого развития ООН. Экономическое развитие – это способ принести пользу как можно большему числу людей, обеспечить инклюзивное экономическое развитие, при котором никто не остаётся в стороне. Хорошая гармония с природой, принадлежащим управлением природными ресурсами, рациональным и эффективным использованием энергии и её производстве, также является верным способом достичь устойчивости. Включение таких экологических социальных целей в экономическую стратегию – это, полагаю, очень смелый шаг, который очень хорошо вписывается в цели устойчивого развития. Ну что ж, на этом выпуск экономических новостей подошёл к концу, и мы прощаемся с вами до следующего выпуска. Лидия, у нас на этом всё. Большое спасибо, Салатын. Экономический блок представила моя коллега Салатын Мирзаева. Это были все новости к этому часу. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...